Всем привет! С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Сегодня поговорим о наступлении российских войск, боях на юге и, конечно, ударах по Крыму и Керченскому мосту. Расскажу, как российские власти готовятся к новой волне мобилизации, пройдемся по данным о потерях и главной потере ультрапатриотов в Стрелкове Гиркине, конечно. Давайте начнем. Редактор субтитров А.Семкин Давайте, как обычно, начнем с обзора событий на фронте. И тут самое интересное касалось российского наступления на Купенск. Ну вот, об этом и поговорим. Всех очень взволновало заявление спикера восточной группировки ВСУ Чареватова об ударной группировке российских войск в районе Купенска, которая якобы готова наступать. И наступление там действительно было, но все-таки есть нюансы. Вот давайте посмотрим. Вот, собственно, Купенск вот здесь вот. И вот тут вот было по вот этому лесу наступление российских войск. Вот здесь вот, судя по всему, они смогли захватить железнодорожную станцию Молчанова. То есть продвинулись примерно вот в эту зону, и то это до конца пока не подтверждено. И, собственно, и все. Вот этим и ограничилось российское наступление. Других никаких данных, каких-то подтверждений об этом нет. Никаких 100 тысяч солдат, 900 танков, а уж тем более 370 РСЗО мы там не увидели. Вероятно, это было некое преувеличение, или речь шла о всей группировке российских войск на Луганском фронте от Кременной до Российской границы. Хотел бы я показать вам кадры боев оттуда, но их по сути нет. Есть только некоторые кадры обстрелов. И все это также подтверждает малый масштаб сражения. Российская же сторона в основном публикует вот такие постановочные видео. Тем временем украинские войска всю неделю проводили атаки в трех районах. Ну, во-первых, естественно, это Бахмут. Вот здесь на флангах и с этой стороны, и с этой стороны были атаки. Вот, например, видео, судя по всему, из района Клещеевки, Курдюмовки. Где-то там здесь наступает, собственно, третья украинская бригада. И сейчас вот вы видите, такой вот канал там проходит. Как раз в этом районе продолжаются до сих пор бои, и украинские войска пытаются наступать. Кроме того, естественно, были атаки в районе Великой Новоселки. Это Старомайорская. И там украинцы сообщали, что смогли закрепиться на северных окраинах, собственно, Старомайорского. Но дальше пройти не получилось. Также атаки в районе Работина уже традиционно. Здесь потихонечку украинские войска понемножку выгрызают, там, по несколько метров буквально, там, по одной, по две посадки территорию свою, освобождают ее, занимают российские позиции. Но тоже какого-то большого продвижения нет. Вот давайте посмотрим кадры боя оттуда. Это со стороны вот Брэдли сидит оператор. Видно, что идет, по сути, разгар боя, продвижения машины. Как вы уже заметили, каких-то существенных изменений на линии фронта за неделю не произошло. И главным военным событием, конечно, стал новый подрыв Крымского моста. На этот раз морскими беспилотниками. Взрыв произошел снизу, сдвинул с места сразу два пролета. Если посмотреть по спутниковому снимку, например, то видно буквально, как изменился цвет обеих частей моста. Вот давайте посмотрим, собственно, само повреждение моста, да, вот этот вот пролет. А вот, пожалуйста, спутник, видите, как будто бы обгорел так мост. Но железнодорожный путь в итоге не пострадал. Атака произошла ночью 17 июля, прогремело два взрыва. В это время на Москву было не так много автомобилей, но все равно один попал прямо на момент подрыва. Мужчина и женщина погибли, их дочь получила сильные травмы, но выжила и сейчас находится в больнице. Какие именно беспилотники применялись для атаки, непонятно. Раньше украинские военные использовали вот такие лодки-камикадзе, но они вряд ли несут достаточный заряд для подрыва прям моста. Еще российские военные показали уничтожение беспилотного водного мотоцикла, который также был начинен взрывчаткой. И этот конкретно пытался атаковать бухту Севастополя, позднее вот был уничтожен. Возможно, применяли и такую модель. Украинские власти военные прямо не взяли на себя ответственность за эту атаку, но обещали раскрыть подробности после победы Украины в войне. Один из пролетов моста достаточно быстро восстановили, движение по нему уже идет. ЖД-ветка не задета, так что какого-то прям критического ущерба военной логистике эта атака не нанесла, но зато добавила нервозности Кремлю и силовикам, которые этот крымский мост охраняют. А еще надо отметить, что подобную атаку можно повторять. Мост большой, надежно прикрыть его по всей длине от маленьких лодок крайне сложно. Если с грузовиком в прошлый раз была явно одноразовая акция, то морские дроны можно хоть каждую неделю посылать. Мы посмотрим, во что это выльется по итогу. Вторым важным событием в тылу российской армии стал подрыв большого склада боеприпасов в аннексированном Крыму. Вот так это выглядело. Боеприпасы взрывались, горели почти сутки. Это район города Старый Крым, там рядом полигона на складе хранились снаряды больших калибров 122 и 152 мм. Говорили о трех прилетах по этому объекту, вероятнее всего ракетами Шторм Шэдоу. По итогу местным властям даже пришлось эвакуировать поселки вокруг полигона и перекрыть трассу Таврида. Результат от подрыва можно проследить по спутниковым снимкам. Так как сам склад был довольно далеко от фронта, вряд ли его уничтожение вызовет дефицит снарядов прямо сейчас. Однако это повлияет, конечно, на общий баланс. Ну вот, например, если это был какой-то запас, скажем, для обороны с самого Крыма, то его явно придется восстанавливать, везти туда новые снаряды. А фронт тем временем получит меньше этих самых снарядов. Тем более, что атаки-то на склады в Крыму продолжаются. Российские войска также смогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ, как они сами заявляют. Вот эти кадры якобы сделаны в Чуднове Житомирской области. Пишут, что это результат атаки дрона Шахет, а на спутниковых снимках вот можем посмотреть склад до подрыва и после. Подробностей пока нет, сама информация требует проверки и подтверждения, конечно. Коротко расскажу о ситуации с чувака Вагнера. За эту неделю около двух с половиной тысяч вагнеровцев перебросили в Беларусь, в тот самый лагерь под Осиповичами. Даже со спутника видно, как он изменился, появился транспорт, сам лагерь расширяется. Вероятно, там же перед вагнеровцами выступил сам Пригожин. Вы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Повышаем свой уровень и в новый путь в Африку. И возможно вернемся на ИСВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт. Заговорил даже тот самый Уткин Вагнер. Да, если кто-то не знает, я и есть тот самый Вагнер. Это не конец, это только начало. Самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Оба говорят о продолжении деятельности ЧВК, в том числе в Африке. Но пока вагнеровцев активно привлекают в качестве инструкторов лукашенковские военные. Кроме того, Минобороны Беларуси прямо заявила о совместных учениях с группировкой Вагнера на полигоне Брестский возле польской границы. От наемников с весьма сомнительным статусом всегда стоит ждать каких-то провокаций. Так что будем внимательно следить за ситуацией, ну как и польские военные на границе. Несмотря на то, что существенных продвижений на поле боя нет ни у одной из сторон, потери в технике за время украинского наступления сильно возросли. За 513 дней войны российская армия потеряла 2156 танков и 3862 бронированных машины, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 721 артиллерийское орудие САУ, а также 243 реактивные системы залпового огня, сбитые 84 самолета и 99 вертолетов. Уралвагонзавод показал кадры с новыми танками, которые отправляют в войска. Сначала нам показывают, как несколько уральцев вручную завершают сборку, а затем уже на эшелоне священник, конечно же, окропляет танки святой водой. За последний год, по словам Мишустина, Уралвагонзавод нарастил производство более чем в три раза. Но этого все равно недостаточно, поэтому технику снимают с хранения на складах. Вот, например, склад в Бурятии. Там хранились довольно старые БМП-1. Так склад выглядит вот сейчас. Как видно, большая часть машин была снята с хранения и отправлена на фронт. Сделав анализ потерь российских БМП по типам и времени, становится понятно, что сейчас российская армия намного чаще теряет старые БМП-1, чем в начале войны. А доля потерь БМП-3, например, наоборот, очень сильно сократилась. Несмотря на то, что их производство в Кургане вроде как тоже нарастили. Так что можно сделать вывод, что российский военпром сейчас не может восполнить потери новой техникой. Для этого нужно всю экономику прям переводить на военные рельсы. А желаний и возможностей это делать сейчас, к счастью, у российской власти, у путинской власти нет. Вместо этого пытаются модернизировать старые образцы. Вот, например, вернувшаяся с ремонта батарея зенитных орудий Тунгуска. Вот, собственно, вся наша батарея, 6 машин, вот они все, 6 Тунгусов, из которых по факту в данный момент небеспособна ни одна. При определенном ремонте можно сделать 3 машины. Но ремонт, соответственно, это время как минимум. Заводчики говорят с Ульяновской, что это примерно от месяца до полугода. Вроде такие все зелененькие, из завода, но вот уже требуют ремонта. А повторный ремонт займет от месяца до полугода. Их еще отправить надо куда-то. И как бы не ужесточалась уголовная ответственность за срыв оборонного заказа, все равно ремонтные заводы отдают вот такую неготовую и сломанную часто технику. В Украинской армии к 22 июля уничтожены 579 танков и 1364 бронированных машины. Потеряны 319 артиллерийских установок и 48 систем залпового огня. Подтверждены потери 68 самолетов и 31 вертолета. Украинская армия начала использовать кассетные боеприпасы, которые поставили США. Успешность их применения пока рано оценивать. Германия отправила первые танки Леопард-1, правда пока лишь 10 штук, но их должно быть больше сотни в сумме. Да, это не такие современные машины, как Леопард-2, естественно, или Абрамс, но ВСУ не приходится выбирать, берут то, что есть. В любом случае лучше быть хоть с таким танком, чем без него. Путин объявил, что зерновая сделка прекращается. И для подтверждения этого российская армия буквально каждый день начала обстреливать Одессу и конкретно зерновой порт ракетами. Под удар попали терминалы Одесского морского порта, находящиеся рядом здания тоже. Непонятно, чего именно такими варварскими ударами хочет добиться Путин. Возможно, хочет заставить договариваться о новых условиях отправки этого самого зерна. Пока же Одесса не может полностью защититься. И здесь есть две причины. Во-первых, Украине просто не хватает средств ПВО. А во-вторых, не хватает именно современных мощных систем, которые могли бы сбивать российские сверхзвуковые ракеты «Оникс» и «Х-22». Их запускают из Крыма, из неба над Крымом тоже. И время полета до цели составляет всего несколько минут. Украинский президент уже попросил новые установки «Патриот» и «Сампте» для защиты Одессы. Как раз, чтобы их ракетами пытаться сбивать вот эти вот быстро летящие российские ракеты. Ракетные обстрелы неминуемо, естественно, приводят к жертвам среди мирного населения. Потому что попадают эти российские ракеты не только по портовой инфраструктуре. Только с начала этого года в Украине погибли 1138 мирных жителей. Всего же с начала войны погибли 9287 гражданских. Это данные ООН. Ранения получили 16384 человека. На этой неделе Госдума решила увеличить штрафы за неявку по повестке. Сейчас максимальный штраф 3000 рублей. Предлагают его поднять до 40-50 тысяч. А если, например, не сообщить военкомат о смене места жительства или работы, оштрафуют на 25 тысяч. Организации вообще могут попасть на 500 тысяч рублей, если не оповестят сотрудников, что им надо срочно явиться в военкомат. Это вот такой вот новый метод у российских законодателей, у российской власти. Как-то заставить людей ходить по повестке. Будут теперь пугать штрафами. И, возможно, эта мера будет довольно действенна. Потому что одно дело, когда рассказывают про какую-то уголовку, которую ни на кого не заводят. А другое дело, это вот деньги, которые приставы могут в любой момент просто списать со счета. И такие решения суд будет принимать, конечно, гораздо легче, чем любые уголовки и так далее. Поэтому еще предстоит понять, как с этим можно будет бороться и на что это вообще повлияет. Еще один очень важный момент. Госдума поддержала идею во время военного положения задерживать подозреваемых в преступлениях на 30 суток. Сейчас можно задерживать не более чем на 48 часов. Я абсолютно уверен в двух вещах. Во-первых, что все эти поправки уже согласованы и их просто постепенно обязательно примут. Второе, что это все подготовка к новой масштабной волне мобилизации. Которая наверняка будет еще более масштабной, чем первая. Под нее уже несколько месяцев готовят самую такую обширную, глубокую законодательную базу. И сколько бы власти не врали, что никакой мобилизации не будет, она гарантированно будет рано или поздно. Просто надо знать это и быть готовым. Ну а власти российские, они врут же постоянно. Вот, например, всеми любимый в кавычках глава комитета Госдумы по обороне Картополов вчера объявил, что нижнюю границу призывного возраста повышать не будут. О чем речь? Изначально заявлялось, что в армию начнут призывать с 21 года до 30. Как бы сдвинули возрастной промежуток. Раньше-то, ну и сейчас по действующим правилам с 18 забирают в армию. Но до 30 расширили границу. Ну и вот теперь нижнюю поднимать, говорят, не будут. Все так же с 18 до 30 будут забирать в армию. Картополов объяснил это тем, что молодые люди якобы страшно рвутся на службу, как только достигают совершеннолетия. Ну и, конечно, все это просто предлог. Чтобы набирать в армию, уже посчитали, еще 2 с лишним миллиона человек. Вот как раз от 18 до 30 лет. На фоне новых законов, зэдпатриоты впервые с мая начали говорить о том, что мобилизация все-таки нужна. Может им команду какую-то дали. Вот один такой обращается к своим читателям, мол, угадайте, когда начнется вторая волна мобилизации. Сам он считает, что она необходима осенью для ротации войск. И советует своим подписчикам уже закупать новую экипировку. Не делайте так, если что. Не надо готовиться никакой мобилизации. Точнее, готовиться надо, но не закупая экипировку, а думая о том, как ее избежать. Александр Дугин написал, что пора сворачивать в России симуляцию мирной жизни и проводить полноценную мобилизацию. Это его так атака на крымский мост раззадорила. Уже вторая, если что, напомню. Интересно еще, как он уверенно пишет, что нужно отложить выборы. Ведь Путина мы, оказывается, все уже выбрали. Интересно, как в Кремле посмотрят на это, потому что действительно скоро, в 2024 году, перевыборы Путина. Неизвестно пока, что они затеяли в связи с этим. Стрелков Гиркин устроил краткий экскурс в историю и вспомнил опыт Третьего рейха. Сказал, что нам тоже нужно перевезти страну на военные рельсы и что мобилизацию нужно проводить уже сейчас. Он, кстати, стал первым зет-патриотом, таким крупным, известным зет-патриотом, на которого открыто завели уголовное дело. Вот он, пожалуйста, уже за стеклом сидит. Завели за призывы к экстремизму. Его отправили в СИЗО на два месяца за высказывания про сдачу Крыма, за посты его, и за отсутствие выплат среди военных. Это уже новая ступень. Мы видим, что теперь российская власть не терпит критики даже со стороны ультрапатриотов. И тут важно добавить про Стрелкова-Гиркина. Конечно, нужно не забывать, что он военный преступник. Ну, он буквально виновен в том, возможно, главный виновный, возможно, один из виновных в том, что был сбит мирный, собственно, Боинг рейса MH17. 298 человек погибли. И как минимум эти жизни и жизни еще других людей, которые погибали в 2014 году в Украине на совести, на руках вот этого человека. Не нужно его жалеть. Не нужно говорить, что он там, ох, он бедный, несчастный. Безусловно, дело, которое сейчас на него завели, оно глупое. Оно по все тем же политическим статьям, за вот эти вот экстремизм выдуманные и так далее. Но тюрьмы Гиркин, конечно, заслуживает. Не путинской, а нормальной. Там он должен поехать в Гагу, где его уже осудили. Он должен будет дать показания. Должен будет рассказать всю правду о событиях 2014 года, обо всем остальном. О своей работе в ФСБ. И я лично надеюсь, что, ну, он как минимум доживет до этого момента. Что его сейчас не сгноят там где-нибудь в СИЗО, там не отравят путинские агенты. И обязательно мы еще увидим Гиркина на справедливом суде, на скамье подсудимых. И он все расскажет. Одной из главных тем обсуждения ZGNIT на этой неделе была, конечно, атака Крымского моста. Вкратце реакция на нее такая. Идет война, и на войне бывают не только победы. Удары по мосту будут продолжаться. И в целом Крым не изолирован, потому что к нему есть сухопутный коридор через оккупированные территории. Именно там, через эти территории, россиянам предложили добираться до Крыма. Тем россиянам, которые решили внезапно там отдохнуть. Некоторым прям вот так хочется в отпуск, именно в Крым, что их не останавливает ни подрыв моста, ни бесконечные атаки беспилотников, ни преступная война, ни близость к фронту. Ну и пропаганда, конечно, заявляет, что все в порядке, можно ехать. Вот, например, Дмитрий Кочетков, корреспондент Первого канала, в начале июля выпустил репортаж, где посоветовал россиянам ехать отдыхать в Крым. И сказал, что добираться до него нужно по суше, ну не по мосту имеется в виду, чтобы в пробке на мосту не стоять. То есть, по сути, прямым текстом призвал людей ехать в зону боевых действий. Именно за вот такую нормализацию военных преступлений, когда вот какой-нибудь такой вот человек, считающий себя, называющий себя журналистом, рассказывает, что все в порядке, все хорошо. За такую нормализацию их тоже обязательно будут судить потом, как пропагандистов, конечно. Ну, сам-то вот этот вот Кочетков этим летом почему-то для отдыха выбрал не Крым, куда всех зовет, да, а вражескую западную страну Италию. Страна НАТО, между прочим. Почти сразу после своего репортажа Кочетков уехал в Венецию пить опироль на пляже, где его могут завербовать агенты НАТО. Какая красота! Пока ты смотришь футбол, твоих друзей забирают на войну. Пока ты смотришь футбол, твои соседи пишут на тебя донос. Пока ты смотришь футбол, Кремль атакует дроны. Хочешь смотреть футбол или узнавать самое важное? Каждое воскресенье в 17.00 только самое важное. Давайте подведем итоги недели. Фронт стабилен. Да, есть попытки наступления и тяжелые бои на прежних направлениях Работина, Старомайорская, Бахмут. Но продвинуться в СУ не смогли. Масштабного российского наступления на Купинск тоже нет. Одни только слухи, разговоры, сами атаки локальные. Украинская армия вновь показала, что может эффективно и неожиданно носить удары по объектам в глубоком тылу противника. Пускай новый подрыв Крымского моста уже не вызвал такой прям шок, как раньше, но он все равно был весьма полезен и лично для Путина, и для военного руководства. Более того, удары-то продолжаются. Вот буквально сейчас, когда мы готовили это видео, ракетами Штормшеду ударили по складам в районе Октябрьского, в Крыму. Снова объявлена эвакуация, начались довольно серьезные пожары. Ну вот вторичные детонации вы сами, наверное, слышали в видео. Также украинские войска начали применять кассетные боеприпасы. Но глобально оценивать результаты их воздействия пока все-таки рано. Вероятно, ближайшие пары недель покажут, насколько это оружие действительно поменяет расклад на фронте, если поменяет. Тем временем в нашей стране активизировалась подготовка к мобилизации. Это прям стало очевидно. Новые штрафы и правила, расширение призывного возраста вместе со всеми прежними мерами существенно облегчают власти набор новых мобилизованных. Они явно пытаются устранить все сложности, помехи, которые проявились прошлой осенью. Давать прогноз по срокам, конечно, дело неблагодарное. Может быть, они хотят новую волну спустя год после первой запустить. А может, будут тянуть максимально долго, сколько будет возможно. Однако война продолжается, и она требует новых и новых и новых солдат. И от этого все равно никуда не деться. Никакого ажиотажа вокруг контрактной службы нет. Этого просто не видно. Поэтому рано или поздно российской армии потребуется массовый набор мобилизованных. Пока есть время, к этому нужно подготовиться. Продумать план действий, отложить сколько получится денег на всякий случай. Возможно, договориться на работе об отпуске или больничном как-то все это подготовить. В общем, сделать так, чтобы в тот самый момент, когда объявят, военкомат уже не смог до вас добраться. Чтобы у вас было какое-то безопасное место, способ уехать, переждать это время. Не нужно попадать в российскую армию. Становиться соучастниками военных преступлений и умирать за Путина. А теперь давайте к вопросам от доноров. В прошлый раз я обещал подготовить ответ на довольно сложный вопрос по поводу движения колонны на минном поле. Речь в вопросе, скорее всего, идет вот об этом ролике. Давайте его сейчас покажем. Вот он, пожалуйста. Украинские, собственно, бронемашины двигаются, по сути, в атаку и попадают на минное поле. И действительно, не очень понятно, как быть в этой ситуации. И если коротко, то согласно, например, американским инструкциям военным, таких ситуаций быть не должно. Потому что перед прохождением минного поля должны быть, во-первых, подавлены силы противника. Зона разминирования прикрывается дымовой завесой. Затем уже пробиваются проходы и обеспечивается, собственно, продвижение наступающих сил. Видите, здесь машины пытаются проехать дальше в атаку и попадают на новые и новые мины. Но, все-таки, если это произошло, что делать? Тут решение принимает командир. Давайте еще раз посмотрим на видео, я прокомментирую. И, наверное, самым грамотным в этой ситуации было бы все-таки остановиться, дождаться дымовой завесой, вызвать огневую поддержку. А самим тем временем дождаться еще саперов с дополнительным оборудованием. Или пытаться разминировать поле дальше ручными средствами, которые везут с собой. В данном случае командир принял решение войти в контакт с противником. Там вот видно, они едут как раз к линии окопов. Видимо, там находятся российские военные. Они построили бронемашины в линию. Видите, они объезжают передовые машины и выстраиваются в линию, чтобы подавить противника собственным огнем из машин. И затем уже занять позиции за минным полем, разбираться со всем этим позднее. Тут еще надо понимать, что они двигались уже по проделанному проходу и, вероятно, ожидали, что прямо возле окопов мин нет. То есть, может быть, разведка указала, что минное поле заканчивается чуть раньше, и поэтому они так свободно начали проезжать вперед. Но это была ошибка. Что касается отступления, то инструкции предписывают двигаться только по проложенным проходам в минных полях. Так что, в принципе, да, как написали в вопросе, в случае подрыва головы колонны, оставленные будут либо ждать тех же саперов, которые помогут, либо действительно отступать задом до выезда с минного поля, прикрываясь также дымовыми завесами. Второй вопрос. О том, как украинские военные воспользовались преимуществами наступающей страны и об оценке вообще всего контрнаступления после его завершения. Пожалуй, пока рано говорить о полном завершении наступления ВСУ, конечно. К этому вопросу мы еще обязательно вернемся в других передачах. То, что происходит сейчас, я бы назвал паузой между двумя операциями. Первая июньская наступательная завершилась примерно в конце, собственно, июня, после освобождения Пятихаток и населенных пунктов в районе Великой Новоселки. Сейчас же ВСУ проводят формирующие операции перед второй волной наступления. Думаю, главное преимущество наступающей страны, более высокую численность на отдельных участках фронта, украинцы так и не смогли пока реализовать. Все из-за слишком плотных минных полей. Но ВСУ смогли добиться успеха в другом. За нападающими всегда выбор поля боя. Поэтому они надавили по многим участкам, а затем сосредоточили усилия там, где получилось. Вот, например, вы видите, да, продвижение на Времевском выступе. Там удалось прорваться и сразу освободить, ну, достаточно существенную территорию. Также украинцы сковали значительные российские силы в целом на Запорожском фронте и сильно улучшили свои позиции в районе Бахмута. Собственно, вот тоже на карте в динамике, сейчас посмотрите. Провели атаки по флангам и, по сути, поставили вопрос об освобождении города. Вот и Сырский прямо заявляет, что для этого уже созданы все условия. В целом, атаки ВСУ заставили российские войска совершенно пассивно проводить лето. Ну, в обороне. А ведь именно российские силы нападали. Они планировали захватить территорию. И этот план вроде как остается в силе, судя по общему тону Кремля. Но сейчас время работает не на пользу российской армии. На сегодня это все. Если выпуск вам понравился и был полезен, обязательно поставьте лайк. Поделитесь выпуском с друзьями. Также вы можете поддержать нас на Патреоне популярной политики. Ники тех, кто это уже сделал сейчас на экране. Всем огромное спасибо. Над этим выпуском работала большая команда. Владлен Лосин, Анастасия Карагодина и многие другие. Всем тоже огромное-огромное спасибо. Завтра не пропустите выпуск передачи «Самая важная» с Иваном Ждановым. А я прощаюсь с вами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok